приветствую будут легкие эксперименты с ракурсом надеюсь этот приглянется и так будни мастерской и одновременно с этим разговор про конкретную модель ножа это код фор от колд стила многие меня спрашивают вот я хочу купить там вот этот нож от колд стила как вам сталь а как то как все какая сталь лучше давайте сразу скажу как есть я уже проговаривал но я считаю самым лучшим приобретением от колд стила сталь cts x hp она у них очень удачно термообрабатывается она сама по себе мне очень нравится она позволяет достичь очень большой очень высокой такой бритвенной остроты и она себя достаточно хорошо показывает люди говорят что она ржавеет ну она ржавеет но я такое видел всего пару раз и вот второй раз на вот этом ноже то есть да действительно в районе осевого там есть ржавчина причем окисление местами зашло достаточно глубоко и вот у этого ножа действительно действительно в этом смысле ну не в не очень все благополучно там остались окислы я ну убрал сколько мог но я же не могу в районе осевого когда там металл там снимать на 0 1 миллиметра то есть просто никак поэтому надо быть действительно с этой сталью осторожнее в формате осевого механизма осевого узла многие спрашивают можно ли ее протравить ну в принципе можно результат будет достаточно непредсказуемый потому что она сама по себе такая вот но как защита от коррозии да почему нет в принципе да наверное самые непонятные стали от колт тила сейчас о которых у меня нет информации поэтому пока спрашивать бесполезно это aus 10 которую ставят на чуть более недорогие версии и мне в принципе непонятен выбор вот этой стали aus 10 потому что в общем aus 8 не блещет aus 10 она ну вроде как получше но на самом деле на мой взгляд не принципиально но как только у меня по ней будут впечатления статистика я обязательно расскажу ну вот на самом деле стандартная обычная скучная aus 8 от колт стила это не самое плохое что есть и ею вполне можно пользоваться во всяком случае ножей с aus 8 ну людей на руках много и проблем с ними больших общем все таки нет последнее и самое главное что я скажу на этом ноже я первый раз вот на пи на 5 таки на этом даже первый раз своей жизни увидел люфт на триадлоке вот и это было достаточно странно на самом деле ну я такого никогда не видел вот люфт был из-за того что коромысла перестала подознащилась видимо местами где-то что-то и коромысла перестала заходить достаточно глубоко уперлась и пришлось работать с коромыслом после чего естественно закрытом состоянии начал люфтить это тоже пришлось исправлять отдельные операции но в целом все проблемы устранены и в итоге нож закрывается в закрытом состоянии detent есть он не люфтит не болтается нож открывается блокируется без люфта этого ну здесь тоже вот не знаю пойдет там под своим весом или нет страшно это делать на колл стилах честное слово ну да под своим весом он складывается но у меня здесь стекло и у меня здесь пальцы не люблю это делать вот но у него достаточно тугой замок ну то есть достаточно тугой но плавный а вот у этого ножа была другая проблема него было очень резкое страгивание как это частенько бывает у пол стилов то есть у него чуть менее тугой замок чуть менее тугой ход но страгивание было очень резким потому что они там оставили дикие заусенцы и все такое прочее на самом деле код фор заслуживает внимание в по причине двух нюансов интересных это достаточно тонкий нож то есть мне нравится вот в нем именно сочетание большого крупного размера и толщины то таких ножей немало но именно код фор лучше всего лег вот лично мне в руку то есть вот это вот рукоять слегка пистолетной формы будучи тонкой имеет оптимально для этой толщины ширину и поэтому в руке он лежит просто шикарно честно я не сторонник ножей с триадлоком мне ни одного колл стила нет не сторонник с какой точки зрения каждодневного использования то есть триадлок шикарный крепкий отличный замок про него было видео и я считаю что это действительно очень крутая штука но к сожалению он очень тугой в обычной жизни эксплуатации а еще если у него нет знатного такого тупья на клинке ну ножа да то его триадлок достаточно опасен складыванием на палец если сделать хороший ход я люблю ножи с хорошим ходом соответственно рисковать каждый раз что нож сложится на пальцы я не хочу ну и в принципе это присуще любой модели с бэклоком я считаю что делать бэклок у которого ну то есть настраивать ход клинка на бэклоке так чтобы клинок падал под своим весом все таки неправильно это небезопасно то есть почему потому что лучше если нужно одной рукой закрыть чтобы клинок от встряхивания закрывался слегка а потом спокойно доделать это второй рукой так чтобы она была в безопасности но защелкивать нож так это защелкивать нож таким усилием чтобы клинок прям падал падал вот мне лично неспокойно на колстилах это наиболее выражено почему потому что колстилы требуют сильного нажатия на замок и вот это вот тремор дрожь от сильного нажатия она легко страгивает клинок он очень далеко летит и может закрыться на пальцы а так как замок очень охота рано быстро отпустить то можно его реально отпустить так что он даже уже подтолкнет детенту и это может закончиться плохо вот наверное самый безопасный этот вариант у спаев потому что достаточно мягкие пружины но все равно вот видите это почему я взял именно нож потому что он не окусил когда я его взял в работу пришлось его обрабатывать потом вот то есть теперь стараться он может очень легко качнуться до пальца вот то есть очень легко это присущи не только триадлоку это присущи любой байклочной системе и это важно понимать поэтому меня например вот это единственный нож с байклоком мой все но код фор вот вот забыв если забыть про нюанс со стандартным триадлоком и его стандартными проблемами нож просто отличный он тонкий относительно легкий с огромным клинком с надежным замком и при всем при этом очень ухватистый и мне очень нравится сети с xhp вот прям очень нравится от колл стилов до такой степени что вот конкретно вот эта модификация с таким клинком даже вот здесь xhp она не верх моих мечтаний я имею в плане дизайна клинка но даже клип-поинт здесь красивый то есть вот вот прям даже очень красивый да то есть дроп-поинты мне всегда нравились больше но это же классика жанра вот попрошу посмотреть еще повнимательнее вот на какой момент вот здесь у нас абсолютная стопроцентная прекраснейшая такое папой для фапанья и реза одновременно зеркала точно такое же зеркало даже еще более классная чисто не знаю по оттенку стали что ли и здесь на этой стали вот то есть сети с xhp она еще очень благодарная в обработке заточки мне этим она тоже очень нравится поэтому из вот этих всех пестрых колл стилов пестрого огромного количества вот этот нож мне изначально нравился когда появился по картинке и вот когда он приходил в мастерскую вместе с многими другими он мне нравится больше всех то есть вот эта тонкая рукоять там например broken scala ну уж больно длинная и больно тонкая мне неудобно а вот это например тонкая рукоять она прям супер сделано в остальном по эргономике и вообще нож по анодированию и прочим очень приятный по качеству тоже здесь очень хорошие винты здесь очень хорошая фурнитура очень хорошо все подогнали мне все понравилось вот такая вот интересная моделька хотя старая добрая но она проверенная и она по механике адекватно ее можно брать если им не батонить то в принципе я думаю все будет нормально причина по которой здесь развился люфт мне оказалось не ясно но мало ли что может быть на заводе где-то что-то как-то всякое бывает я первый раз вижу проблемы с запиранием у триадлога вот так до новых встреч интернет эфире до свидания